Привет, просветители! Мы с вами уже достаточно близки, поэтому я могу со спокойной душой делиться некоторыми подробностями своей жизни. Сколько себя помню, у меня всегда была мечта генерировать бред в промышленных масштабах и получать за это деньги. Как вы понимаете, я ее осуществил. И похоже, некоторые российские политики, к сожалению, тоже фантазировали о схожих вещах. Но есть небольшая разница. Я это все делаю у себя на канале, и в качестве шутки-минутки... Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Они же на серьезных чах, на деньги налогоплательщиков и в Госдуме. Как вы уже догадались, есть небольшое отличие. Мы разные. Когда только началась вся эта движуха с традиционными ценностями в каждый дом без смс-регистрации, а также без вашего согласия, я сразу же сказал, упор будут делать не на сами ценности, о которых у многих до сих пор весьма смутное представление, а на поиски врагов и тех вредителей, которые на пути современного домостроя и стоят. И в этом нет ничего удивительного. Довольно странно с пеной у рта рассуждать о традициях и многодетных семьях, когда в открытом доступе статистика разводов. Приветик. Семей, где ребенок воспитывается без отца. Хай. Я только за хлебом сбегаю. Одна нога здесь, другая там. Информация о количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Здарова. Финансы, распевающие романс у многих россиян. Халло. Так что при всем желании никаких традиционных. Мужик-добытчик, женщина-гребница. Да, гойда-гойда. Не предвидится. Чтобы свести концы с концами, работают все. И вот в такой ситуации остается, что пугать злыми геями и кричать, что детки в опасности. Что? Мест в детском садике нет? Учитель труда ведет математику в школе? Нет, не проблемы. Там вон игрушки пропагандируют смену пола. Последние несколько лет доказали, что сфера IT является одной из самых перспективных и быстрорастущих. И здорово, что сейчас даже у новичков есть возможность получить востребованную профессию Python-разработчика с помощью курса от Skillbox. За 10 месяцев вы освоите самый популярный язык программирования с нуля и сможете претендовать на должность джуниор с окладом 100 тысяч рублей. Вас ждут лекции по 13 направлениям, более 100 практических работ и свыше 800 видеоуроков. По итогам обучения в вашем портфолио окажутся три масштабных проекта Telegram-бот для турагентства, социальная сеть аналог Твиттера и Marketplace. Неплохо, правда? Карьерный центр Skillbox поможет вам составить резюме, подберет подходящие вакансии и организует собеседование. Вы гарантированно трудоустроитесь. Если же нет, вам вернут деньги. Кстати, 88% студентов находят работу еще до окончания курса. А первый платеж вы сделаете только спустя 3 месяца. Ну и сертификат установленного образца и год английского в качестве бонуса. По промокоду ОСТАПОВ3 для моих подписчиков действует скидка 60%. Чтобы узнать все подробности и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Вся эта массовая депутатская истерия с «Защитите детей от радуги» и раньше работала не особо хорошо на моих подписчиков. На Васю из Нижних выхухолей и отряды Путина просто замечательно. Изначально было понятно, зачем эта тема так активно продвигается. Но на прошлой неделе сразу две мои любимые дамы из мира политики, Буцкая и Бутина, прям-таки мастер-класс провели «Как натянуть радужную сову на не менее радужный глобус». Да, опять пропаганда в игрушках. В Госдуме раскритиковали фильм Барби и призывают убрать кукол Барби с российского рынка. Об этом депутат Мария Бутина рассказала в эфире канала Дума ТВ. Очень своевременная инициатива. Спасибо вам большое. Что бы мы без вас делали? Только вы о российских детях и заботитесь. Ну и та неуша Буцкая. Одна проблема. Компания-производитель Барби ушла из России еще в апреле 2022 года. Второй момент. Фильм Барби в России никто не показывает. Официально. Машуль. Вот та пропаганда, с которой вы боретесь, ее здесь никто и не пытается уже особо продвигать. Все, радуйтесь. Злые западные разрушители традиционных ценностей. Это как разрушители мифов, только ценностей. Ушли из России. Вы, Мария, лучше объясните, где вы умудрились Барби посмотреть. Картина является рекламой программы демократической партии. Ведь в ней показаны геи, трансы, женщины, которые захватили мир. А, понятно. Она и не смотрела. Но осуждает. Все, как мы любим. Или любой парень в розовом автоматически в гея превращается. Я вот, кстати, фильм посмотрел. В кинотеатре. И, может быть, у меня глаз не настолько наметанный, как у Бутиной. От нее просто ничего не скроешь. Но я вот что-то за силе радуги в фильме не заметил. Там кены, наоборот, от Барби отлипнуть не могут. Куда уж более скрепно. Но соглашусь. Само наличие картины, в которой женщины захватили мир, возмутительно. Кукла Маша, кукла Даша. Просто дети стали старше. Просто, просто все мы подросли. Просто в Барби пропаганду завезли. Геи, трансы и бабцы в фильме ели огурцы. Маша Бутина узнала. Целый день она орала. Запретите гослинга, Барби запретите. Маша, выдохни, релакс. Гослинг в фильме, чистый секс. Запретили нам старушки, секс до брака и игрушки. С Барби нам не по пути. Ты в роддом давай, лети. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Мария, а вы знаете, еще вну погоди. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Тоже запретим. А можно? Режиссеры будут снимать ленты не только о союзе мужчины и женщины. Кстати, у меня для вас целый жанр кинематографа есть, в котором самцы и самочки друг от друга просто отлипнуть не могут. Одна проблема, это тоже пропаганда. Барби вместе с компанией Мотел надо запрещать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ. Мария, еще раз для вас и медленно. Возможно, в таком темпе вы лучше информацию воспринимаете. Машенька, родная, компания Мотел уже больше года ничего не завозит в Россию. Выдохни. Успокойся. И займись уже, наконец, реальными вещами. Барсунеса с трансгендерами в барби. Машуль, может в следующем интервью потребуешь Netflix на территории России запретить? У них в сериалах знаешь сколько радуги? А еще обязательно против карт виза выступе. В Европе их злые ЛГБТшники в руках держат. Только новости Марии, пожалуйста, не показывайте. А то, если учитывать уровень осведомленности депутата, психика-то может и не выдержать. Если за счастливое детство борется Бутина, можете не сомневаться. Где-то рядышком грозит кулаком радуги. И Чайлд Фри. Да, про налог для бездетных мы не забыли. Танюша Буцкая. После Сергея Кравцова эта дама любимый персонаж на моем канале. Всегда трешанинки подкинет. И если Бутина только Барби войну объявила, то Буцкая пошла дальше. Ну а че на полпути останавливаться? И решила все игрушки на соответствие критериям безопасности для духовно-нравственной идеологии страны проверить. Ей просто пропаганда педофилии и смены пола в игрушках мерещится. Или нет. Тут, кстати, возможно, манипуляция-то и скрывается. Еще было бы неплохо, если бы госпожа депутат прочитала, что в Конституции Российской Федерации об идеологии говорится. Но это я, конечно, уж совсем размечтался. В проекте, рассказала Буцкая, также будут учтены положения закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола, запрете порнографических материалов на продукцию несовершеннолетних лиц. Внимание, вопрос. Родителям. Вы такие игрушки часто на полках детских магазинов встречаете? Наверное, это добро прямо само в тележку прыгает. Но раз уж это настолько глобальная проблема, что депутат аж законопроект создает. Татьяна точно в магазины для детей заходила? Просто уточняю. Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, ты знаменитый мягкий Хаги-Ваги из хор игры Poppy Playtime. Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца, добавила депутат. И вот тут сразу масса вопросов. Если у вас Хаги-Ваги ужас вызывает, главное вовремя вспомнить, то все предыдущие высказывания про пропаганду смены пола, педофилов, это к чему? Это к Хаги-Ваги относится? Или все же Татьяна достаточно умна, чтобы понимать, что без упоминания злой пропаганды, ее деятельность останется не особо заметной? А я с Хаги-Ваги борюсь. Ээээ... А еще с игрушками, которые заставляют пол поменять. Ммм, другое дело. Может быть опять злыми журналюгами из известий все вырвано из контекста. Просто с Татьяной такое достаточно часто случается. Но сначала она говорит о ЛГБТ пропаганде в России. Следующий абзац речь идет. И дальше все о Хаги-Ваги. Сплошные вопросы. Я уже даже молчу, что те родители, которые покупают Хаги-Ваги своим детям, явно не в ужасе. И те дети, которые просят эти игрушки, тоже не в ужасе. Вот совсем. А пистолеты игрушечные Танюша проверить не хочет? Ну, знаете, пиф-паф, ой-ой-ой, в людей стреляют. Не? Только Хаги-Ваги опасность представляют. И никому неизвестные, что бы то ни было, пропагандирующие педофилию и смену пола. Ок. Вот и получается, что в попытках доказать, что мы такие активные и эффективные, одна хочет фирму запретить, которой в нашей стране уже год как нет, ее борьба, а вторая с ЛГБТ-игрушками в России. На самом деле с Хаги-Ваги, но заголовки не такие прикольные получатся. Я очень надеюсь, что теперь-то вы чувствуете себя гораздо более защищенными, потому что с такими инициативными дамами ни одна радуга не посмеет появиться над вашими головами. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее, а также периодически новости от Анюши Буцкой проскакивают. Если готовы меня поддержать, то можете заглянуть на мою страничку Бусти, там ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен дополнительный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.